Особое мнение на 101FM Выложим и ВКонтакте оставим ссылочку Так что присоединяйтесь Хотела начать разговор с кирпича Уже со второго Но немножко пойду не по плану Продолжу то, о чем говорили мы за кадром, так скажем Грязь Вы пришли к нам в гости, наткнулись на грязь На улице мы тоже, казалось, ждали бы зимы и белого снега А дождались чего-то другого Почему ведь нам говорят Все теми же словами В городе мы прибираемся Я не знаю, честно говоря, эту тему Каждый раз нам рассказывают о каких-то технологиях уборки города О каких-то реагентах, на которые будут переходить Реагенты-то, я думаю, мы как раз с вами и чувствуем, и видим Если брать тот же пример Который ваша коллега, главный редактор Рассказала о том, что у собаки болят лапы Потому что она гуляет по этим реагентам Соответственно, мы эти реагенты и чувствуем Другое дело, что я считаю, что полноценная приборка Это все-таки не просто рассыпать реагенты А еще и убрать потом всю эту кашу, которая возникает Грязь-то, собственно, она идет от того, что пыль впитывается в эту кашу И если вовремя убирать эту кашу, то, на мой взгляд, будет намного чище Почему это не происходит? Мы это наблюдаем из года в год Когда есть достаточно благоприятные природные условия Потому что там минус 3, минус 2, минус 1 градуса Это значит снег достаточно рыхлый, сырой И его можно убирать В отличие, предположим, от ситуации, если на улице минус 30 То есть когда снег уже скован и ледяной Почему не убирают? Ну, это вопрос, опять же, я думаю, что есть смысл задавать Нашей городской любимой администрации ответов Сколько каждый год эти вопросы задаются Я не слышал ни одного внятного ответа Ну, могу сказать, что я видел машины, уборочные машины Когда? Полтора месяца назад Когда только первый снежок выпал И вот они там проходили и где-то что-то убирали Сейчас я вижу лишь маленькие трактора, которые убирают тротуары Но сама улица, то есть прежняя часть Она как была, так и остается у нас каша И люди, переходя дорогу, в эту кашу попадают И потом это все как бы разносится Поэтому, ну, что ожидать? Ожидать, наверное, только можно то, что Если эта погода сохранится примерно так А если судить по прогнозу, она примерно такая и будет Что все-таки эта чача утечет куда-нибудь Жижа эта утечет И мы опять получим сухую пыль Грязь-то она в основном ведь от песка Я просто помню, Шульгин еще заявлял Сколько лет прошло о том, что они песок меняют на Бионорд Потом я писала, помню, новогоднюю какую-то новость Что на Бионорд не переходят Потому что запасли слишком много песка И неизвестно, на сколько лет хватит Но, слушайте, уже года два прошло Уже вроде должен был закончиться Ну, не знаю Я бы, наверное, не согласился, что это песок Мне все-таки кажется, что это пыль Потому что мы сейчас говорим о грязи, которая сейчас видна на снегу Но забываем говорить о том, что, собственно, город от пыли-то не чистился с осени Если не с лета То есть вот эта пыль, она вся накапливается, накапливается Сейчас она вот как бы смешалась с снегом Тут и песка не надо Тут пыли столько, что как бы хватает для того, чтобы все это топилось Поэтому мне кажется, что это все-таки не песок, а пыль Но, может быть, я и ошибаюсь Сильно не разглядывал Но просто я помню еще те же месяцы назад Когда было достаточно сухо Когда все машины были грязные именно от пыли И, собственно, там над городом стоял смог именно пылевой Поэтому там и никто, кстати, не прибирался Там тоже, наверное, нужно отметить Поэтому там, ну, в очередной раз у нас есть возможность констатировать Что там наши городские службы Как бы не выполняют свою работу по уборке города Посмотрим, как пройдет лето Ну, зима, прошу прощения То есть что нам будет ожидать Или же там нам опять в начале декабря заявят Что весь план по деньгам По освоению денег на уборку города освоен В прошлый раз ледяными дождями объясняли Нынче, интересно, чем можно будет это объяснить В прошлый раз, в прошлом году, вот насколько я помню В прошлом, по-моему, или позапрошлом В прошлом в конце года заявили, что, собственно, все деньги-то израсходов Ну да, так сильно вот боролись с этим льдом А все там снегаты начались уже после Нового года Ну, перейдем к другой теме Вот как раз про кирпич, да, который прилетел в правительство уже во второй раз Вот хочу просто вас спросить, как это вообще расценить можно? Это вандализм от скуки, потому что у нас тут что-то сейчас ничего не происходит Нас никуда не отпускают Или это уже какая-то тенденция немного пугающая? Ну, я думаю, что как бы это, с одной стороны, там, хулиганство С другой стороны, пугающая тенденция Потому что уж больно, рьяно, уж простите, и ваши адресы там в том числе Эту тему раскручивают наши СМИ То есть люди понимают, что благодаря этому можно становиться достаточно популярным Вот, и если первый, там, он был явно выведен на то, чтобы, как бы, показать своеобразный, там, ну, грубо говоря, хайпануть, да, там, товарищ Я не думаю, что он, как бы, преследовал в большей мере цель, там, ту, которую он обозначивал, да, там В большей мере, это такое желание заработать определенные общественные баллы Там, дай бог, если это, там, его собственная инициатива И не дай бог, если это, там, процесс управляем кем-то Потому что, там, второй случай Ну, еще больше подчеркивают, что это хулиганские методы А второй-то, да, он какой-то вообще непонятный Тут уже и ни требований, и ни просипы, ничего Ну, это вот как раз, там, та хайповая волна, которая, собственно, начинает захлестывать Может ли это как-то дальше во что-то вырасти? К сожалению, там, ну, спрогнозировать подобное практически невозможно Я, там, не удивлюсь, если, ну, это может оказаться не, там, здание правительства Это может, там, не знаю, оказаться, там, третье здание, второе здание правительства Пятое здание правительства, машина, там, чиновника Или просто какой-то хулиганский выпад, городская администрация То есть, ну, благо, что государственных учреждений, имущества по городу достаточно много И поэтому, там, подобные тенденции, к сожалению, могут повторяться Если вот этому будет столько же шума, сколько было и в первый раз По поводу машины, вот, кстати, подожженная машина редактора Чепецкру Это как-то может быть связан или нет? Ой, не знаю, вот, честно, там, я пытался в эту тему понять И понять, там, если сжигли, то за что, если, как бы, если это просто стечение обстоятельств То это стечение обстоятельств, там, ну, для этого, мне кажется, очень глубоко в тему погружаться Понимать, что, как бы, представляет из себя работа, деятельность редактора Чепецкого издания Для того, чтобы понять, собственно, это, там, месть или это предупреждение Или это просто, там, стечение обстоятельств, случайность, что это оказалась именно его машина вот как бы тут знаете связать все воедино там передергивать передернуть факты так как это надо это очень легко событий происходит достаточно много там многие из них скандальные всегда можно где-то чьи-то уши ноги найти вот или по крайней мере потом связать их придумать да там другое как бы какая есть там реально основа всего этого с тем же там камнем ну вопрос возникает ну да там человек похулиганил его привлекли там к ответственности к административной сейчас насколько я понимаю он попадет на достаточно серьезную сумму с точки зрения компенсации того что там он сотворил но просто так и остался нерешенным по поводу дороги обещали за две недели сделать не отслеживали мы с вами понимаем что то что начнут делать сейчас в условиях этой погоды да там точно до весны не дотянет не доживет и поэтому как бы ну если как говорится человек готов был там рискнуть своим бюджетом для того чтобы получить дорогу которая весной растает раньше чем снег надо было может где-то весной тогда рисковать то да они а не а не под зиму странно что как бы это это оказалось правительство не городская администрация ведь собственно как бы там насколько я понимаю деревня это в городской черте находится куда а это вообще чипецкий район а чипецкий район тогда там почему это не чипецкая администрация да то есть вот то есть вопросы вопросы включения в план дорог они все-таки относятся к компетенции органов там самоуправления а уж там область выделяет деньги в соответствии с этими планами поэтому там этот вопрос наверно все-таки не по адресу и опять же это лишний раз подчеркиваю что задача-то была не столько решить вопрос сколько создать определенный хайп на эту тему что что получилось кстати ну вот допустим первый до случай был там хайп на тему случился 2 и еще еще что-то может произойти вот это можно связать с какой-то я не знаю ситуации вообще в регионе ну вот допустим вчерашняя новость 17 процентов кировчан получают меньше 15 тысяч рублей но это же они не вчера получают да то есть это там как бы мы уже по моему настолько смирились что мы по уровню жизни находимся внизу всех регионов россии что как бы ну там по этому поводу уже мне кажется там хайпануть достаточно тяжело там но это это там факты нет я не про хайпануть я про общее состояние людей вот я имею ввиду что на это на этом фоне да то есть провести вот это там политического акцию с целью обозначить что мы живем здесь достаточно плохо то есть там это не тренд это не тема там вчерашнего или сегодняшнего дня это там озлобленность которая копится нет ну этот год он специфичный с точки зрения общественных настроений с точки зрения там адекватности неадекватности дети действий да там на мой взгляд там ну понятно вино и всему все что там носит название связано с понятием пандемия вот виновниками ну я все-таки вижу в первую очередь виновники это там власти федеральной в первую часть власти до которая собственно там начали стратегию запугивания людей да и как бы тем самым под под вот эту стратегию ну не сделали ничего чтобы людей поддержать да то есть вот как бы это все и привело к тому что большинство чувствует себя все таки большей мере потерявшимися да там я уже не горю за запуганными от потерявшимися на то есть с точки зрения того кому верить кому не верить и с точки зрения тех финансовых потерь которые они понесли в течение года я думаю что наверное все понесли по крайней мере в кировской области предполагаю что понесли все финансовые потери вот и как бы понятно что это вызывает и обостряет в том числе и какие-то может быть на неадекватные мысли у людей до что как бы если мы смотрим в европе там во франции в германии проходят антиковидные митинги которые также проходят со столкновением с полицией и так далее и тому подобное то ну для россии специфично это вот отдельные такие акции протеста назвать это адекватным ну наверное достаточно сложно да там что является ли это следствием ситуации ну конечно это является каким-то образом там следствием ситуации может быть и то что опять же темы к вида в сми достаточно много других тем достаточно много и поэтому мало и поэтому там опять же создать хайп скандальный хайп вот на основе таких вот действий достаточно легко да то есть там сми с удовольствием переключаются на что-то кроме к вида с учетом того что в нашей области не так много событий вообще происходит в принципе то как бы там подобные скандалы они имеют место очень быстро раскручиваться раз уж о короне заговорили вы я и о том как власть себя да ведет а вообще интересно какую бы под оценку бы поставили власти вот за борьбу так скажем с ковидом я давайте начну наверно с того что мне очень понравилось когда вчера руководитель федерального роспотребнадзора попова наконец-то официально озвучила что в принципе весь к вид то о чем изначально говорили это сезонное заболевание которое собственно приравнен этом гриппу да это не нечто неординарное и отсюда соответственно вытекающие разговоры не разговоры а вытекающие оценки которые могут быть да то есть ну что сделала федеральная власть федеральная власть людей запугала федеральная власть показала свое нежелание заниматься вопросами связанным с регулированием развития пандемии в россии и заниматься вопросами поддержки вот ну и как бы федеральная власть в принципе там занималась своими делами ну а сразу вот примеры какие-то нежелание вот это чем было показано сам факт того что вся ответственность была перенесена на региональной власти меры поддержки которые собственно необходимо были людям и сейчас необходимы да там они оказались более чем половинчатыми то есть даже льготная ипотека да которая повела за собой там много да то есть те же и выплаты семьям с детьми там от 3 до 10 до 18 лет 17 лет которые были которые как бы призывали все как бы тут очень важно понимать что в условиях когда вот существует такая схема формирования бюджетов когда большую часть доходов регион отправляет федерацию там эту вопрос можно было решить очень легко да то есть уменьшить долю предположим перечисления федерацию увеличить долю в регионах и тогда передавая ответственность в регионы фактически передавали бы ее с деньгами а ситуация получилась как бы в точности наоборот да то есть крайними оказались региональные власти но ведь нам говорят о каких-то выделениях там средств но мы же понимаем что это собственно копейки в масштабе тех задач которые надо решать с точки зрения организации там борьбы с пандемией и поддержки населения да то есть это как бы ситуации там копеечных расходов доходов дополнительных доходов для бюджета регионально поэтому там но федеральной власти я бы поставил там отрицательный бал вообще что касается региональных да у нас много примеров того кто как из глав регионов реагировал там есть пример супер жесткости москвы есть примеры абсолютной пассивности других регионов кировская область но мы вообще уникальный тем что мы как бы у нас не за что не ругать не хвалить власть то есть она вроде бы есть а вроде бы ее нет может быть как бы это и неплохо с одной стороны знаете как на футболе говорят что идеальный судья это судья которого не видно на поле да то есть но здесь власть все-таки это не судья это игрок и поэтому как бы наверное хотелось бы видеть но не меры ограничительные и опять же плюсом там губернатору и правительство на расследует сказать что мы не пошли по примеру там собянина потому что многие из тех ограничений которые водились они там до сих пор мне непонятны там какая связь вируса к вид например с работой учреждений после 11 часов да то есть то есть до 11 к вид ведет вирус ведет себя по одному сценарию а после 11 он себя ведет по другому сценарию да или как в чем логика но эти ограничения кстати у нас тут взяли вот это единственное что у нас вот но слава богу что вот эти все пропуска вот это вся там прочая война по поводу там отмены льготных проездов и так далее там что мы не пошли по этому пути но с другой стороны люди ожидали все таки от и ожидают от региональной власти поддержки то есть понятно что поддержки уже не столько в обеспечении медицинском да потому что как бы ну здесь уже я думаю что мы очень быстро поняли что наша там возможности наших учреждений и врачей точно не хватит на то чтобы решить все проблемы а поддержки именно вот с точки зрения каких-то предположим дополнительных не знаю может быть выплата может быть там каких-то там социальных цен магазине там каких-то отсрочек по коммунальным услугам и так далее да то есть то что собственно но в состоянии может стане может сделать региональной власти поэтому если говорить предположим о региональной власти то я бы поставил оценочку двойку но подождите нет двойка это это совсем плохо а вы только что не так уж и ругали ну как бы мы в данном случае еще раз говорю мы оказались в ситуации когда собственно ничего особо не произошло да то есть власть никак не среагировала региональная власть да то есть с одной стороны она не не среагировала это хорошо то что не ввела ограничения да там разумно к этим относится с другой стороны как бы ну не ввела но что-то то должно было происходить потому что когда там сегодня разговариваешь с чиновниками и они говорят о том что там ну как у нас же нету денег у меня возникает вопрос а куда деньги делись ведь есть бюджет которые принимали в том году в этом бюджете было заложено громаднейшее количество мероприятий с финансированием до которые были отменены то есть как бы расходы уменьшен разговора том что как бы ну как вот тут же вот эти самые предприниматели там так предпринимателями ведь не отменили налоги им дали отсрочку то есть как бы эти деньги то они же как бы придут они придут просто попозже но попозже придут и сейчас ну а не сейчас там же как раз разговор-то шел о каком а втором и третьем квартале отсрочке говорить о том что у нас нет денег ноэт как бы по крайней мере странно вот поэтому двойка что касается местных властей да там ну на примере ну наверное городской нашей администрации ряде других муниципальных администрации с которыми мне приходилось там сталкиваться ну там как бы я бы вообще их не оценивал потому что там они уж точно ничего никакой самостоятельности не проявляли инициативы не проявляли все ограничения которые приходили отсюда там принимались но в то же время по ряду районов знаю замечательную ситуацию когда там с одной стороны объявляются ограничения с другой стороны проводится самой же администрации публичные мероприятия невзирая ни на что да то есть там когда мы говорим о том что мы там готовы приехать пообщаться поработать там и так далее нам говорят нет 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 ограничения потом тут же читаешь день его там в фейсбуке или в новостях вот там честовали тех-то там проводили совещание для тех взгляд вопрос кабину двойные стандарты ну ладно там как бы это ваше право вот поэтому там я бы честно говоря их вообще не оценил потому что сказать что кто-то что-то сделал хорошо или кто-то что-то сделал плохо ну точно не сделал и на мой взгляд вот эта позиция она никоим образом не повлияла на распространение пандемии в этих территориях а вот это вот история с тем что мы теперь все в масках это чья заслуга или не заслуга или это мы сами наконец-то головой к этому пришли а головой то пришли к чему ведь опять же вот давайте будем исходить если к вид да там нашей главой роспотребнадзора приравнен гриппу то дальше собственно и мы понимаем что собственно эти требования они должны были быть всегда те кто как бы но более такой образованы да там это он эти маски и так носил сезонные периоды все остальное но опять же насколько мы осознанно понимаем что мы делаем это вот опять там после значит нас заставили одного из эфиров да там очень долго с одним моим знакомым на эту тему спорили относительно того что такое маска да то есть маска это самоуспокоение или же это там просто там тренд или же боязнь чего-то или же все-таки действительно средства профилактики если это средства профилактики профилактики отчего то есть люди которые носят маски по улице там точно как бы ничего не профилактируют и точно понятно что там они не понимают зачем они это носят люди которые одевают маски в общественном транспорте ну на мой взгляд это просто законопослушные граждане то есть они как бы просто это сама вот поэтому там это там определенная боюсь опять навлечь критику это определенный тренд тренд этого сезона ношение масок да то есть вы соответственно вот люди носят маски я думаю что там как только сейчас показатели поползут вниз люди все меньше и меньше будут носить маски как это было после первой волны дата если дальше всплеск не будут выявлять то как бы он уйдет но тогда все-таки не тренд тогда все-таки это связано с тем что 20 года ну вот как бы это вот просто вот слишком много информации с этим связано ну люди просто как бы считают что они вот тем самым как бы полностью соответствует правилам жизни в этом году в общем ни то ни другое никто нас не заставил и сами мы в общем то ни о чем не заботимся а просто модничаем правильно я вас услышал не столько можно сказать наверное так потому что ну опять же да то есть ведь смотрите разговоры о маске они автоматически ведут за собой другие разговоры разговора о том а как правильно ее использовать как правильно носить там нам сказали там нужно менять каждые два часа все вот это единственное что люди знают вы знаете как правильно маску носить вот у вас маска она соответствует всем требованиям я не знаю его все эти покупала казалось бы должна ну раз мне продают такую там знаете чем синяя сторона от белой отличается и когда какую сторону наносить вряд ли вот и поэтому как бы кроме того что надо носить маску как такой знаете рекламный посыл да там люди большинстве с вами просто не задумываются о том зачем они ее носят вот и все потому что одно дело когда маску носит человек который имеет симптомы или там контактные или там не знаю кашля другое дело когда маску носит здоровый человек это два разных состояния и два разных подхода к тому как маски здесь упор весь на то что можно там болеть и не знать об этом но по этому поводу там я скажу так это ситуация скорее всего приведет к тому что как бы переболеют все с этим на просто смиряться главное не хочется быть вирусологом это просто жизненные советы я бы дал два совета не заниматься самолечением и как бы просто себя постоянно сканировать на предмет свое состояние если есть какие-то изменения в дыхании сердцебиении там самочувствие да там сразу пытаться получать медицинскую помощь вот как бы вот это все на этой полезной ноте мы сходим на рекламу и вернемся через полторы минуты продолжается программа особое мнение сегодня веду и я мария кожевникова она против меня вице-спикер пятого созыва зс михаил курашин михаил еще один вопрос я уже начала подняла его все-таки хочу немножко еще углубиться вот по поводу той новости 17 процентов кировчан да которые получают меньше 15 тысяч рублей ну просто коротко вот это вот что говорит о нас о людях до которые в кировской области живут и может быть в целом о регионе но это говорит только то что говорят все давно и всегда что у нас нищий регион эта тема не новая это нищий регион или это нет это о том что мы не очень заботимся о своей пенсии и готовы работать не знаю на серые зарплаты вот чего здесь больше в этих цифрах а здесь больше того что это нищий регион нищая экономика которая как бы экономит на всем да там в том числе и создавая серый черный сектор потому что как бы ну доходы большинства наших предпринимателей крайне малы для того чтобы работать легально и это там но это факт да тем более там ситуация опять же этого года когда загнали большинство бизнес просто невыносимые условия это население которое понимает что рабочих мест не так много и поэтому соглашается на любую работу на любых условиях вот совокупность как бы всего этого да то есть и формирует это представление еще коротко у нас просто всего остается меньше 15 минут тоже коротко но удивительно что самая жаркая тема сейчас это не кирпичи даже не политика это новогоднее оформление города кирова все зацепились за 23 миллиона до которые хотят в этом году потратить людей но но в общем то даже наверное не цифры людей в первую очередь волнует а другое то что зачем вообще тратить казалось бы нам никуда нельзя нам нужно сидеть дома мы выбираем где отметить новый год на кухне или там в гостиной да и и при этом какой-то нам праздник хотят создать кому он нужен вот вы согласитесь с этим или нет я помню ровно год назад я тоже комментировал эту тему там была не сейчас уже просто не вспомню цифру которая говорила звучала городская администрация на оформлении опять же города к новому году там примерно столько же было 24 что вот и я тогда говорил еще раз говорю там я считаю что мы должны этом город должен оформить город подготовить город к новогодним праздникам вот кто бы чтобы не говорил вот но все кто даже критикует эти вещи наверняка там более чем уверен посетят и театральную площадь и парки и все что где есть возможность прогуляться отдохнуть семьей возможность развлечений для детей то есть нельзя оставлять город не оформлен неважно там коронавирус или что-то другое так ну еще раз коронавирус на улице поверьте не страшен вот нужно просто вот мы не вирусологи к сожалению с вами спорить поэтому ну как бы у нас нет примеров там не знаю чтобы массовые люди заболели после посещения там не знаю футбольного матча вот у нас идут чемпионата там россии там пускают 30 процентов а теперь вообще запретили пускать вот вот как бы там нет вспышек да то есть люди должны находиться на улице и об этом также госпожа попова руководитель федерального роспотребнадзора говорила еще там по моему полтора месяца назад вот допустим екатеринбург они отказались от горок потому что ну правда горки особенно вот на театралке даже всегда очередь да это какая-то толкучка вот еще раз прогулки по улице всегда опять же профилактика любых респираторных заболеваний и гриппа до строится на том что нужно как можно больше гулять дышать воздухом свежим морозным пусть это даже очередь на горку без разницы воздухом там же не ну не будут вам плевать в нос в ротами так далее да то есть там кто-то будет до чихать но там этот процент не столь большой в основном все таки это профилактика на свежем воздухе нужно находиться и поэтому там парки скверы площади нужно оформлять опять же вопрос конечно там я не настолько разбирался в смете этого проекта до сих пор не понятно что мы там последние 3-4 года покупаем там лед в тюмени или где-то мы его или снег говорят нынче будет меньше льда и больше леса на театральный вот но лишь бы это не было так как это было когда в позатом по моему году когда сделали горки из пластика что они даже там вот в 3 4 в 2 3 в 2 5 градусов минус да там они просто не катились потому что это пластик то есть как бы все равно какая-то экономика должна быть разумной то есть вопрос стоимости да но опять же насколько я слышал о том что 23 миллиона это ведь не только театральная площадь это еще какие-то отдельные площадки будут сделаны поэтому там я считаю что город надо готовить должны быть созданы множество таких мест ради бога делайте меньше предположим объектов за счет этого люди будет расстояние между людьми будет больше чтобы не было толкучки сделайте не одну горку сделать и 3 да там и очереди будут меньше но там вот по прошлому году по позапрошлом я знаю что в принципе начиная там с со 2 января но я не скажу что вот на нашей площади была толкучка да то есть люди гуляют особенно там с утра с детьми там всем места хватает все достаточно спокойно там столпотворение это собственно в сам новый год а дальше то там как бы ну такой достаточно спокойный процесс который точно не должен повлиять на вспышку там заболеваемости то есть он как бы выдержан из точки санитарно-эпидемиологических норм может быть вот поэтому вот моя позиция такая что эти это надо делать перейду к политике все-таки хоть и радости ваших глазах на этот счет нет справедливая россия предложила сократить платные должности в зс вот буквально вчера вечером пришел релиз сейчас восемь таких ставок предлагают оставить только три спикер и два заместителя это видимо продолжение темы как они объясняют сокращением депутатов сократили депутаты давайте теперь сократим на расходы пишут что сэкономят таким образом 6 миллионов рублей в год или 30 миллионов рублей за созыв образовавшуюся экономию вот почему а почему вы смеетесь ты уже не понял я даже не буду продолжать ну а на самом деле как бы я там отвечу тогда то есть вот я был как раз в том созыве когда количество заместителей было увеличено и 4 там было да да и это как раз создала возможность быть представителями заместителями представители всех по всех фракций поверьте что с точки зрения того чтобы вот работать формате подготовки решения обсуждения решений это очень правильно то есть все имели возможность общаться да там получалось далеко не все договаривались далеко не всегда там там единая россия действительно там где-то что-то она жестко продавлю но в том числе и многом договариваю то есть вы это к чему к тому что если делать то либо всех бесплатно либо там четыре платных если оппозиционные партии хотят сохранить свое участие свое влияние и работоспособность в загс собрания необходимо говорить наоборот о том чтобы были всегда там оплачиваемые места для представителей оппозиционных партий то есть для оппозиционной партии такое предложение немножко странным вам это в в таком виде она звучит чисто популистки да там тем более там когда начинают приводить такие суммы там как 6 миллионов 30 миллионов да там ну там это не та сумма которая спасет кировскую область точно там говорить о том что вот за эти деньги лучше бы сделать там да наверное лучше но с другой стороны так ну давайте мы тогда вообще распустим загс собрания и в принципе там оставим грубо говоря там пять человек которые будут принимать законы и и все а все деньги будем направлять там на какие-то другие нужды но та же справедливая россия это же там коммунисты они же хотят своего присутствия законодательным собрать а почему эти должности оплачиваемые должны быть пусть они все четыре будут потому что это работа ежедневная вот опять же по своему опыту могу сказать что мы там действительно каждый день встречались мы каждый день обсуждали там вопросы которые выносились на пленарное заседание там они предварительно все обсуждались чтобы было понятно что там не с кондачка вот депутаты пришли им дали список законов нет это же все законы необходимо прочитать необходимо изучить необходимо выработать позицию необходимо эту позицию там обсудить на уровне всех партий которые существуют анатолий чурин у нас в эфире сказал что депутаты чтобы депутаты нормально работали на них не надо экономить вот об этом же вы на них не надо экономить там естественно находясь какой-то разумности но экономить не надо да там потому что ну еще раз говорю там в противном случае тогда все очень просто там давайте мы оставим там председателя и двух заместителей на всю кировскую область которые будут принимать законы все там как бы и в подтверждение этому это как раз вот то что там слабость позиции сегодняшних представителей оппозиции в загсобрании да там она привык тому что ну вот я честно говоря не вижу ни одного решения которое оппозиции удалось бы пробить а это там главная роль оппозиции в представительном органе да то есть какие-то свои интересы то есть шуметь о том что нас не слышат и как бы мы не согласны с тем то это все конечно хорошо но какие-то и свои решения должны быть а откуда тогда вот такое вот вообще такая инициатива могла появиться с 21 года начинается избирательный цикл который будет включать свои выборы в госдуму загсобрания и так далее и тому подобное ну она все равно должна быть быть как-то себе это удобной а инициатива которая неудобна для тебя и вдруг появляется тогда зачем ну еще раз сейчас идет обсуждение бюджет на то есть вот как бы не понимая не понимая где взять доходы естественно там автоматически возникает вопрос как сократить расходы и вот как бы там я считаю что это там такой первый видимый вариант как который бывает всегда давайте попробуем сократить на себе ну там я считаю что подобная инициатива говорит лишь о том что наверное не совсем продумали ее уважаемые мои коллеги эсеры вот с точки зрения подсчета уже какие последствия и какие задачи ставит перед собой справедливая россия в избирательный цикл и в следующем состоянии оппозиции услышала такая вещь не принесет скорее всего никакой пользы больше негатива в целом решится просто последних инструментов взаимодействия и возможности продвижения своих каких-то предложений а в целом для озс это ничего да или или это тоже больше негатив чем пользы ну еще раз вот опять же мы я считаю да там вот свои с своими да то есть мы пытались там держать председателя в тонусе то есть то что мы предположим видим сегодня да когда председатель собственно там главен стоит однозначно и никаких вольностей не допускается да там вот в нашем созыве я считаю что мы председателя в этой связи сдерживали да там периодически создавая условия дискомфорта чтобы он не забывался о том что он все-таки руководит не столько там единой россии хотя и он не руководил за там руководит представительным органам где представлены разные партии и это там было достаточно хорошо за счет этого еще раз говорю нам удавалось какие-то вопросы прорешивать вот ну соответственно если там сегодня отказаться от всего этого значит как бы сводить на нет вообще мысль о том что этот представительный орган может включать себя кого-то кроме представителей нашего партийно-олигархического слоя время у нас закончилась к сожалению михаил спасибо за разговор вам вам спасибо будьте здоровы всем слушателям особое мнение на 101 fm